Говорить о новом виде альтернативного наказания, ограничение свободы с применением электронных браслетов начали еще в далеком 2006 году. На сегодняшний день в регионе к ограничению свободы осуждены 26 человек, которым применяются электронные браслеты. Наказание в виде ограничения свободы назначается по приговору суда как в качестве основного, так и в качестве дополнительного. В ряде случаев осужденные обращаются в суд с ходатайствами о смягчении назначенного им наказания. Постановлением суда с учетом личности осужденного оставшийся срок может быть заменен ограничением свободы. В настоящее время данные браслеты применяются для обеспечения контроля за исполнением осужденными к ограничению свободы. Таких запретов как выходить за пределы жилого помещения в определенное время суток, запретов на выезд за пределы определенного муниципального образования, соответственно приговор суда. На столе предметы, на первый взгляд, совершенно не связанные между собой. Этот комплекс и есть устройство электронного слежения. Система электронного мониторинга под учетных лиц состоит из стационарного контрольного устройства, мобильного контрольного устройства, которое носится на поясе его осужденного, и электронного браслета, который надевается на ногу осужденному. Браслет изготовлен из прочного материала, полностью герметичен и влагозащищен, предназначен для длительного ношения на ноге. Каждое контрольное устройство имеет индивидуальный уникальный номер, который заносится в базу данных и закрепляется за подконтрольным лицом. Это дает возможность контролировать, чем в течение суток занимается осужденный. Контрольные устройства оповещают обо всех попытках снятия и повреждения браслета, о длительном отсутствии движения, выходе за пределы охранной зоны и иных нарушениях со стороны осужденного. Информация о нарушениях своевременно поступает на стационарный пункт мониторинга, расположенный в инспекции. Тот, кто повреждает намеренный браслет, ему выносится предупреждение о замене и ограничении свободы на лишение свободы. Если это повторно, то тогда инспекция выходит в суд на замену на лишение свободы. Проводится по данному факту служебная проверка, выходят сотрудники в суд, и суд уже на основании нашего представления выносит решение, где с данного осужденного взимается та стоимость, на которую он повредил, найдется ущерб государству. Точную стоимость комплекта оборудования назвать трудно, удовольствие не из дешевых, но это гуманная и эффективная мера пресечения в отношении тех, кто совершил преступление средней тяжести. Уголовная исполнительная инспекция исполняет наказания и иные меры уголовно-правового характера, которые не связаны с изоляцией осужденных от общества, такие как наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы. Уголовная исполнительная инспекция осуществляет контроль за условно осужденными, осужденными которым судом предоставлена отсрочка. Кому конкретно применить электронные браслеты, как долго осужденному ходить с таким украшением решает суд, а инспекция контролирует исполнение. Продолжение следует...